Здравствуйте, дорогие друзья! Это мы, Лария и Мария. Сегодня у нас распродажа вот в этом прекрасном доме. Да, очень симпатичный дом. Посмотрите, какой он в стиле ранчо, то есть одноэтажный. Перед ним огромнейшая магнолия. Лария, посмотри, какая она большая. И там цветы просто огромадные. Я не знаю, наверное, в тарелку. Да. Столовая. Такие вот огромные цветы. И прекрасный дом к нему ведет даже кирпичная дорожка. Почти идем как Элли в Страну Чудес про кирпичные дорожки. И я вижу, что там уже есть такое симпатичное крылечко. Довольно-таки типичное в таких домах. Да, очень симпатичное. И мы уже заходим, да, Лария? Да. Смотрите, здесь столовая. Очень красивый старинный буфет за 225 долларов. Такое из лесного дерева. И там какие-то интересные стоят. Ну, кстати, очень дорогие, Лариса. 6250 долларов в ситуэнке. Давай поближе подойдем. Давай. Дорогие друзья, мы сейчас узнали немножко побольше вот об этой скульптуре. Действительно, это очень такая замечательная вещь. Это скульптура, ну, это Limited Edition, то есть, конечно, не оригинал, но Limited Edition тоже очень дорогой, скульптур РТ. И РТ, это, на самом деле, это его псевдоним, его настоящее имя, роман, Сертов. Родился он в 1892 году в Санкт-Петербурге. Но потом, как бы, они, семья переехала во Францию. Он ушел из жизни в 1890 году. И его, вот это имя РТ, это от его, инициалов его русского имени, роман Тиртов, то есть, А, Р, Т, РТ. И он очень много творил, жил во Франции, творил во Франции. И известен как дизайнер не только вот скульптура, но и дневных изделий, графического, искусства, костюмов и фэрик фэшн. Моды. Моды. И вот такая прекрасная статуэтка здесь. Две девушки, они закреплены на одном педестале, они вместе стоят на педестале. и они называются Dreambirds, то есть, птички, романтичные птички. И это limited edition в арт-деко бронзе. И, конечно, здесь совершенно прекрасно две женщины, которые стоят вместе. И они закреплены в длинные такие одежды. Одна в черном, а другая в таких красивых цветах, можно сказать, мадженда, да, и золотом. И здесь должна быть, мы не можем прервать, что значит Джона, должно быть средний номер внизу, и должна быть дата, когда она произвелась. И это довольно-таки большая статуэтка, и здесь было всего 500 их сделано в это время. То есть, 500 их было сделано, посмотрите, а это номер 151. Мы посмотрели, он сказал, что оригинале владелец купил эту статуэтку за 10 тысяч долларов на аукционе, что цена, возможно, и больше, если продавать. Но в данном случае они просят 6250, и он сказал, что они берут вице, то есть они берут, ну, ну, голоса. Да. Сколько ты дашь? Да, да. Как аукцион. Аукцион, да. Мы на кухне. Да, кухня тоже очень интересная. Посмотрите, какая она открытая. Красивая, конечно, здесь бра над кухонным. Айландом. Айландом, да. Стопка здесь очень открытая, много-много окошек. Посмотрите, какие красивые. А вытяжка, посмотрите. Да, вытяжка, плита совершенно профессионал. Замечательная. Ну, так и с посудой мы так ничего не видим. Хотя народ уже здесь многое прибирает. Вот здесь было посеребрённых всяких посуд. Много тут преднамечные. А вон сервис я вижу. Вот здесь есть сервис. Посмотрим, что это за сервис у нас. Ну, мне кажется, как ты думаешь, Лариса? На Японию похоже? Да, но, к сожалению, я вижу уже не полный. Да, это Япония, это права, Ларис. Но вот за него они хотят 65, и сегодня 50% лос. То есть они хорошие цены. Ну, в остальном, это ничего ниже. Единственное, что мне ещё понравилось, Лариса, это вот там красивое очень сочетание. Ну, вот здесь. Здесь просто какой-то, ну, такой вот подносик. Мне очень понравилось здесь оформление этого окошка с такими огромными подсолнухами. На голубой вазе, конечно, жёлтой и голубой, очень комплиментарные цвета. И смотрится поразительно. Сразу напоминает немножко Ван Гога, да, Лариса? И его подсолнухи, которые он писал несколько, много-много раз. Не только здесь подсолнухи, но вот здесь тоже в углу. Смотрите, кто-то очень любил вот такие подсолнухи. Большой вазе. Довольно стереористично по форму и дизайну. Смотрите, здесь очень интересные часы. Подобные часы мы видели, Лариса помнишь, в доме, где мы, как бы, много часов. Да, много часов. Он собирал часы, ремонтировал, вот. А здесь вот, ну, такой же типа, я думаю, не вижу, конечно, какие-то английские, что. Сколько там, вверху, пыльник уже давно их никто не просирал. Но, в принципе, часы неплохие. Может быть, нам нужно немножко починить, но вот эта инкрустация, видишь, это... Жемчужная инкрустация, да, с перламутра, перламутрная инкрустация. Очень красивый маятник тоже внутри. И вот здесь вот остатки маятника, наверное, да? Ну, что-то тут они, да, что-то тут у них, не знаю. А, может быть, какие-то части. Да, 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 части. Откуда непонятно, странно. Ну, ладно. Замечательный стамбул. Вы посмотрите, как уделал стол. Все как уписывается. Вот этот камбул, да, и посмотри, вот с той стороны. Это набор, наверное, да? Да, мне кажется, скорее всего, набор. Ну, видно, что-то старый. Ну, по крайней мере, это старинный. Ну, не знаю, ну, скорее всего, старинный. 325 долларов? 325 долларов не так дорого, с такой большой камбул. Ну, конечно, сейчас в современном декоре он немножко будет такой темноватый, но, в принципе, кому-то даже... Кто-то любит. Может быть, наоборот, да. Если очень много белого в доме, то такой, как аксессный. Очень красиво смотреться. Ну, и стуль, Ларис. Снял, да, и вот этот туз. Да. Или даже вот тут. Ну, это еще одно. Да, это кресло, а это стул, да, видите, там сделаны все руки-сады. И стол тоже, смотри, такой интересный. И стол, что мне нравится в таких столах, что он уже немножко такой... потертый. Потертый. Если там что-то еще будет, то есть это добавляет как бы керахте, да, такого интересного момента, вот мы представляем. А вот это не богенское стекло? Вот, кстати, мы, потому что мы увидели здесь такую красивую скульптуру, мы подумали, что, наверное, человек немножко увлекался здесь, собирал какие-то вещи. И вот мы видим вот это розовое 18 долларов, одно зеленое стекло, одно розовое. Ну, не знаю, трудно понять, но, конечно, кому-то если вы собираетесь вон, то не похоже я здесь. Здесь на столе мы увидели кое-что интересное. Посмотрите, это бискин чан, то есть это, как мы уже много раз видели, для печеньки, для печенья. Видите, такая довольно-таки, конечно, уже потемневшая. Цена неплохая, обычно бывает дороже. Здесь также, смотрите, старая, тоже еще одна, только керамическая для печенья. Такая вот. Тоже маме, но это нет. Нет, это нет, это другая. Но чувствуется, что она старенькая. Ну и, в принципе, здесь... А вот Марина. Да, да, да. Наш, да. Джостовский, по-моему, анус так и производил. Она такая вот, но она очень маленькая. Было бы побольше, было бы интереснее. Этот очень маленький. В принципе, тарелочка интересная. Да, тарелочка ничего, но это более современная. Сразу тут видно, что она современная. Вот видите, здесь современные этикетки. И вот, конечно, такая туша симпатичная, очень для запекания, с такими прелестными цветочками. И здесь, на что она посмотрелась? Франция. Ну и Франция, очень даже симпатичная. В принципе, все. Смотрите, какое интересное кресло, ребят. Видите, туфельки? Ну, конечно, и она продана, к сожалению, уже. Это как кресло? Да, это как, ну, стул, кресло. Я думаю, что это будет прикольно кому-то, ну, комната, особенно какой-то, знаешь, тинейджера, девочке. Да, В принципе, прикольно, да. Мы очень часто такие встречаем, Да, видите, лошадки, но она, кстати, дорогая, за 95 долларов. Колошина винтажная. Ну, и, конечно, даже сейчас детям такой игрушки будет прикольно покатать. Она вся деревянная, то есть она не пластмассовая, как сейчас делают, а такая хорошая, добруя, там. Здесь прихожая, вот такая тумбочка, и, в принципе, мы еще удивились, потому что цена ей 595 долларов. Возможно, ну, это какая-то старинная тумбочка, но по виду не скажешь, да, Ларис, что уж очень старинная. Ну, конечно, здесь различные виды дерева, мы сразу видим. Вот этот Смит какой-то. О, какая музыка. Да, это The Sounds of Music. Music, это, конечно, знаменитый фильм американский. The Sounds of Music называется Звуки музыки, очень красиво, интересно сделана здесь эта комната, обитым деревом все стены и вот такая ломная каминная даже, я не знаю, целая стена снимает камин и такая каминная полка с книгами. Вот здесь на таком интересном буфете в шкафчике здесь стоят часы, где-то вот они стоят 100 долларов симпатичные очень, и иллюстра такая необычная бронзовая она стоит 85 долларов. Здесь такая комната симпатичная со столиком не поставить поднялся столик, смотри, какая необычная форма стола, да, он такой резной, 75 долларов, не очень дорогой, симпатичный. А это что за тарелочка за 3 долларов? Тарелочка за 3 долларов, современная, наверное, да, да, что-то, видишь, современная. Понятно, что современная. Ну, вот там, интересно, наверное, так на столе, Алис, протянем ее на эту шкатулочку. Она тоже недорогая, 6 долларов, но это вот Англия, английская, и она такая приятная. Подумаем. и ты видишь, что здесь стоит? Ночной горшок. Ночной горшок, за 6 дней. На красивом таком столе. На красивом столе, да, что-то не поставили совсем туда, куда надо. Здесь очень красивый набор большой, это Man of Rose 53. Ну, вот я хочу посмотреть, они как бы еще по-моему, товарищ, чтобы эти все наборы. непонятно, но, скорее всего, это Америка, и здесь 85 долларов он стоит 53 предмета. Практически полностью. Вот еще один, это вот Royal Dalton, вот это уже хорошая фирма, нам это нравится, фирма, и это называется Cambridge, набор, посмотрите, вот такие прекрасные чашечки из набора Cambridge, видите, Royal Dalton, это вот хороший фарфор, 175 долларов, и здесь, в принципе, я вижу, что много предметов, но они написали 44 предмета, то есть вот чашечки, кстати, даже, наверное, 8 или даже больше, 10, 10, конечно, вот это что-то необыкновенное, написано Maiselman, 60 долларов, вот такое вот, даже, но для украшения, скорее, стола, ну, и, конечно, какая-то здесь керамика просто такая, симпатичная, и как оформлено окно, и как прекрасно оформлено окно, и там прям целый сад, ну, уима, посмотрите, мы нечасто встречаем, но вот такое платье, я не знаю, действительно, ли оно старинное, или это просто современная версия, вот такого старинного платья, может быть, это какие-то, это какие-то, да, у нас есть такие религии, где вот женщина ходит более в таких платьях, такой бонет, они называют, то есть как бонет. Дорогие друзья, посмотрите, здесь очень интересно продаются, это старинные умывальники, как мы поняли, видите, здесь зеркальце, а сюда вставлялся, конечно же, тазик, и умывали, здесь висели полотенчики, а там вот такой вот, как кувшин, да, большой кувшин, и видишь, даже, наверное, здесь вот для свечек, то есть умывали же иногда вечером, здесь были свечки, зажигали, мы такого не видели, да, полностью такой умывал, здесь тоже очень много старинных тарелочек, висят на, мы уже посмотрели некоторые, но сейчас вот эти тоже посмотрим, это похоже на, что это у нас, это Баварисы, это фирма, это Баваря, баварская тарелочка, здесь, по-моему, все баварские, да, возможно, объясним это на место, это такая вот цена Градика, но здесь немножко другая фирма, что здесь за фирма, Австрия, Royal Austria, то есть есть разнообразие здесь в тарелочках, и тогда уже посмотрим на эту, вот здесь немножко, Германия, Ares, Германия, ну, это как типа Пруссия, да? да, да, такие места, это будет уже в виде пиража, так все повесили хорошо, и пойдем в шкафчик проверим, посмотрим, что здесь в шкафчике, здесь тоже стоят красивые тарелочки, мы видим некоторые, вот, допустим, вот это, это красивые тарелочки, треть баваряне, знаешь, тяжело достать, сейчас Аттону на ключу нам придется немножко подвинуться, вот так, вот так, посмотрите, смотрите, а, ну, к сожалению, я вижу, у него очень большой крикельюр, что здесь написано, а, вот, англия, да, крикельюр хороший, да, очень большой, крикельюра много, видите, посмотрите, сколько, это вот характеристика английской пасты, но та тарелка более современная, я даже не сдавать ее не буду, вернемся на место, как ровник хрусталяк, и, конечно, как собак хрусталяк, вот эти очень, смотри, к сюжетчике, они, во-первых, такие красивые, необычные стали, так прописаны здесь, и, кстати, вот они все, это уже одна серия, одна серия, и даже вот такие, подмартини, и еще меньше, подмороженка, да, подмартини, подмороженка, а вот там вот, что за набор, а там, Алис, давай посмотрим, чашечки с блюдечками, я вижу, это Чехословакия, по-моему, такой, старинный, сладкая калорочка, но, к сожалению, нету здесь кофейничка, к сожалению. Здесь тоже интересные тарелки, вот там, по-старинней дома, видно, что здесь вот более старинные предметы, это, посмотрите, это JT, Германия, вот такая тарелочка, в принципе, в хорошем сохране, и под ней еще вот такая тарелка, но это вот уже, я вижу, вот, Ларис, разбитая, посмотри, вот у нас здесь трещины, ну что это такое, Англия тоже, не знаю, Энсворф что-то, но это тоже винтажили, даже, возможно, анциквариат, маленький сифон, да, сифон, сразу как вспоминаются, какие-то фильмы, 60-х годов, какой сифон, какой сифон, какой сифон, да, какой сифон, ну что, здесь, конечно, серебряная посуда, вот еще одна тарелочка, посмотрим на нее тоже, ну это более современно, все подвешено, специальные подставочки здесь, по-моему, дорогие друзья, мы стали обращать больше внимания на журналы, если вы помните, мы нашли прекрасные журналы, французские, французские, ушли, по-моему, куда-то в Китай, вот, то есть, всегда обращаем внимание, ну, конечно, нужно, чтобы было что-то такое более интересное, вот это вот Life, это очень такой знаменитый журнал здесь, но, про знаменитости, он рассказывает про всех celebrity, как здесь говорят, знаменитости, и, ну, не знаю, вот этот, вот смотри, 43-го года, то есть, это довольно-таки старенький, вот 42-го, вот этот симпатичный, еще смотрите на графику и дизайн, в этих журналах, потому что должно быть отражение этой эпохи, да, чтобы людям как-то понравилось, смотрите, какие здесь, 43-го года, фотографии интересные, кстати говоря, наверное, это 63-й год, и во время войны, Второй мировой, может быть, что-то вот отсюда мы, это надо мурать, читать, вот смотрите, какие здесь необычные фотографии, где еще такие фотографии сейчас увидишь, что здесь может быть еще, какие-то рекламы тоже могут быть интересные, старые, то есть, такие журналы, просто даже, знаю, многие покупают, просто чтобы вставлять некоторые из этих, интересных, да, вот этих реклам, где еще такие, найдешь настоящие, 43-го года рекламы, такие рамочки, и вешают где-то для декора себе, кстати, посмотрите, реклама о жвачке, 43-м году, ребята, у нас еще, даже такого представления о жвачке не было, мне кажется, в 43-м году, вообще никто не знал, что это такое, хотя, может, я ошибаюсь, вот, я думаю, что здесь как бы мы даем немножко представление о том, что здесь может быть, но тут очень много страниц в этом журнале, то есть, тут много, я же листаю, 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 тут много всего, так, вот этот 43-го года, это мы сказали вообще 42-го, ребят, 42-го, еще даже, но он этот вот, он не в таком хорошем состоянии, конечно же, нужно всегда, вот эта реклама табака, сигарет, надо всегда смотреть в каком состоянии, да, вот этот журнал, давай посмотрим, что вот этот вот, ну все, мне кажется, остальные все более современные, вот этот какой, посмотри, 367-й, 367-й, а вот Роллинг Томас, тоже хороший очень журнал, но это, наверное, более современный, тоже может быть, а вот посмотрите, вообще, 65-й год с Кеннеди, вот это интересно, для всех, кто собирает американу, есть такие люди, которые собирают американу, смотри, какие здесь рекламы сыра, бутербродов, вот опять прекрасная, Кеннеди и Жакли Нанесис, Жакли Нанесис, Жакли Нанесис в то время, еще не Анасис, потом у нас была Анасис, ну вот, тоже мода, реклама того времени, еще сигареты, смотри, сколько реклам, да, какое большое количество реклам сигарет, когда еще вот это вот, погрузишься в эту атмосферу, того времени, только посмотрев, вот такие вот журналы, как люди жили, вот Кемббелл Суп, он знаменитый, вот этот томатный суп, до сих пор есть, да, он до сих пор есть, но он стал знаменитым, потому что американский художник, Уархол, его изобразил, и это как бы, он изображал очень простые вещи из американского быта, в такой графической форме, и его картины, да, его картины, очень стали знаменитые, даже на машинах тоже рисовали его, да, ну что, мне кажется, в принципе, мы немножко здесь посмотрели, больше ничего интересного я так не вижу, много черно-белых фотографий, конечно, цветные будут ценить лучше, ну, 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 ну,